И к другим темам. Урок импровизация. Именно так называется один из заключительных и вместе с тем один из самых сложных этапов традиционного конкурса «Педагог года». Всего за 20 минут каждому из семи участников необходимо было провести урок с незнакомой аудиторией учащихся на тему, которую выберет его величество случай. Справились ли волгодонские учителя с заданием? Собранность, коммуникабельность, умение общаться и находить подход к детям. Именно такими качествами, по мнению членов жюри конкурса «Педагог года» должен обладать каждый преподаватель. Выяснить, обладают ли таковыми те, кто вступил в борьбу за почетное звание, как показывает практика, позволяет испытания под названием «Урок импровизация». Оценка, конечно, очень серьезная сегодня. Это нужно оценить коммуникативность, это нужно время общаться с аудиторией, это нужно, чтобы каждый ученик участвовал в этом мероприятии, отвечал, и чтобы, конечно, конкретно был сделан учеником выбор. Интрига этого этапа конкурса заключается в следующем. Ни один из претендентов заранее не знает, какой будет тема урока и аудитория, с которой придется работать. А уже после того, как жеребьевка определит и то, и другое, учитель должен, быстро сориентировавшись в ситуации, решить, как провести следующие 20 минут, заставить учеников включиться в образовательный процесс, а главное – до конца донести до них основную тему урока. Не надо губить природу, надо за ней ухаживать, не загрязнять. Для преподавателя с 18-летним стажем работы с детьми Татьяны Плотниковой сегодняшний урок на тему экологии стал необычным вдвойне. Все потому, что обычно общаться с детьми ей приходится в основном на языке тела. Она учитель физкультуры. Однако Татьяна Владимировна между двумя направлениями видит одну главную общую черту – здоровье. Поэтому одно из самых сложных заданий конкурса выполнила с легкостью. Чего больше всего боялась, наверное, что дети будут зажаты. Но дети показали хороший багаж знаний, очень общительные были, очень легко пошли на контакт, очень такие подвижные, дружные. Все так хорошо, слаженно работали в группе, поэтому мне с ними очень легко было работать. Из семи участников этого этапа конкурса в финал выйдут только трое. И именно они продолжат борьбу за почетное звание «Педагог года-2013». Анастасия Дубас, Петр Авдиенко, Новости ВТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова